глава называется шмот такое интересное название это не про одежду это переводится как имена севрита в этой главе в этой главе у нас что происходит здесь получается что перечисляются сначала имена которые бог вел в египет евреев мы помним что там был иосиф до в начале когда он туда попал и к нему пришли его братья и отец их там было 70 человек 75 и после этого времена ужесточаются в египте там фараона становится злым и начинает на евреев давить и и а после этого рождается моисей фараон говорит что надо всех убивать детей которые там рождаются еврейских и они и начинается такой прессинг и моисея он если вы помните там такая была история его поклали в корзинку и отправили вот по реке его нашла дочь фараона она его забрала к себе они его выращивали там воспитывали и он вырос таким и египетским наследником хотя у него были еврейские корни и сам он был еврей после одного случая он когда он убивает одного египтянина мы помним что он увидел как евреев и одного еврея там на как бы египтянин один принуждает к сильной работе и он убивает этого египтянина об этом узнают он убегает в из египта в мадьямскую пустыню находит там себе жену сепару и остается там ненадолго пока бог не находит его в огненном кусте является к нему и моисей начинает спорить богом не говорит не отправляй меня я них ну как бы я не смогу но начинает отговариваться а бог ему говорит нет ты пойдешь как бы там такой интересный так интересная беседа у них и в итоге моисей соглашается и он идет встречает своего брата арона они идут вместе в египет приходят к фараону и говорят отпусти евреев потому что нам нужно пойти отпраздновать праздники свои и фараон говорит нет так не будет я вас не отпущу и он ожесточает свое сердце и евреям становится еще хуже и тогда моисей говорит господь что же это такое в этом вот все истории интересные мне как понравился один момент когда моисей моисею бог является в горящем кусте и начинает его призывать он дает ему там посох такой у него есть посох власти посох которым он будет делать чудеса и знамения и я подумал что это вот можно провести параллели такие как бы сегодняшним да что чему учит нас сегодня эта история бог дает можно прочитать исход 4 2 4 глава 2 стих и сказал ему господь что это у тебя в руке он ответил жезл господь сказал брось его на землю он бросил его на землю и жезл превратился в змея и моисей моисей побежал от него господь сказал моисею простри руку твою возьми его за хвост он простер взял ну обратно этот посох и бог говорит это для того чтобы люди поверили что ты но я тебя послал вывести всех моих людей из египта и посох и жезл в те времена это означало ну и вообще это означает в священных писаниях как власть и сила которую можно творить какие-то вещи и это как могу сила или могущество это символическое выражение власти и жезл в руке власть подкрепленная могуществом и силой это вот такой есть комментарии новой женевской библии и бог говорит ему возьми этот посох эту власть и иди как бы творить чудеса для того чтобы люди поверили что я тебя послал и нам тоже вот как как это сегодня актуально мы вспоминаем что когда и шо он был здесь на земле перед тем как он вознесся на небо он сказал к ученикам к своим что в деяния 1 глава 8 стих когда на вас сойдет святой дух вы получите силу и будете моими свидетелями в иерусалиме по всей земле по всей иудеи в самаре и до края земли то есть и шо тоже говорит о том что на учеников сойдет вот эта вот сила им дастся эта власть с помощью святого духа мы понимаем что моисей тоже с помощью святого духа все это делал и эти чудеса и то же самое и и шо говорит всем своим ученикам ну что вот у вас будет такая сила и вот дальше мы можем тоже деяниях читать что в во второй главе с 1 по 4 стих в как это произошло как святой дух вот эта власть я вот как для себя про трактовал что вот это джезл он как святой дух был помощник вот моисею в их его делах и сегодня у нас тоже есть святой дух который помогает нам во всех делах и тогда у моисе это выражалось все через силу посоха и читаем что деяния 2 с 1 по 4 стих при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили на по одному на каждом из них и исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать и можно вот тогда был когда моисей он был в пустыне бог явился в огненном кусте и начал говорить к моисею через огненный куст и здесь в этой истории тоже получается святой дух он сходит как в огненным в огненном пламени и то есть такая похожая вот ситуация там был огонь и здесь огонь и он сходит на учеников и у них появляется эта власть святого духа с которой теперь они будут работать дальше и потом мы читаем дальше вот в деяниях 512 руками же апостолов совершилось народе мной многие знамения в марка 16 главе 17 по 18 стих написано что у веровших же будут сопровождать разные знамения которые они будут творить говорить новыми языками изгонять бесов и возложат руки будут молиться за друг за других они будут исцелены в те времена конечно это все проявлялось очень сильно так вот прям было сильное излитие духа святого сейчас наверное наверное она не прям так все ярко выражено все равно господь работает мы все знаем это и давайте посмотрим что будет в последние в последние дни как вот эта власть будет проявляться у верующих которые получают святой дух и власть бога бог обещает что в последнее время это начнет происходить снова то есть такое излитие святого духа она усилится и и иоиле 2 это пророк и второе вторая глава с 28 по 22 стих и иоиль говорит ну бог говорит через иоиля и после этого я изолью духа моего на всех людей ваши сыновья и дочери дочери будут пророчествовать вашим старцам буду сниться сны и ваши юноши будут видеть видение даже на слухи на служанок моих изолью в те дни моего Духа». И Иоиль пророчествует о необычайном изменении Духа Божия, которое произойдет перед наступлением Дня Господня. То есть там в следующей главе я сейчас прочту, что будет, чему это будет пришествовать. То есть я так перехожу плавно от того, как Бог дает власть верующим, делать дела разные с помощью Духа Святого, творить Его знамения и чтобы другие люди понимали, что это от Бога. И я перехожу просто дальше в Иоиле здесь, когда он говорит об этом, когда это будет происходить. И что будет после этого? Сразу в следующей главе мы читаем, это вот «Ибо в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима» Иоиль 3 глава с 1 по 4 стих это продолжение после того, как Бог говорит, что он залет в последние дни Духа Святого на всех своих детей. написано, что «Я возвращу плен Иуды и Иерусалима» 3 глава с 1 по 4 стих «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд за народ мой». Долина Иосафата я сейчас там покажу на картинке, где это. «И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которые они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отрока вису за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваше». То есть это пророчество о последних днях после того, как Бог изольет Святой Дух на всех верующих в Него. И в деяниях Петр, он уже говорит, что уже свершилось, что когда Святой Дух сошел на учеников, это уже свершилось. То есть Бог уже излил Святой Дух. А сколько уже времени прошло после этого, да? И вот мы только что прочитали Иоаиль, 3 главу с 1 по 4 стих. И Бог говорит, что Он воздаст всем народам. И Он говорит, что вы мне Тир и Сидон. И все это будет проходить в долине Иосафата. И вот я уже заканчиваю и хочу просто показать пару картинок, что долина Иосафата это сейчас это западный берег, это реки Иордан, там где палестинское вот это вот поселение находится и которое делит Иерусалим с Израилем на две части. немного растянулась картинка, но если кто знает и там наверное если вы посмотрите в Израиле есть западный берег Иордан, вот это спорная территория, где сейчас происходит тоже начали просить разные вот палестинские хамасовские восстания. Филистимск, Бог говорит здесь тоже о Филистимской земле, Филистимская земля это сектор газы и Тир-Исидон это там тоже была картинка с зеленой такой зоной, Тир-Исидон это зона современного Ливана, это там где вот тоже сейчас происходят вот эти обострения. то есть о чем можно сделать вывод в те времена еще когда Моисей вот ввел в пустыне евреев он возжелал тогда молитвенно чтобы Господь даровал всему народу завета способность быть пророками а Иоиле он предсказывает что в будущем у Израиля и у верующих будет такая возможность и сегодня нам важно как бы следить что происходит спрашивать Бога слушать Святой Дух быть как бы так сказать в теме и слышать голос Бога и всегда быть с Ним на связи вот так что давайте не будем духовно спать а бодрствовать Аминь он 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 так что